всем привет мои хорошие видео сегодня на тему полива очень щекотливая тема пришло тут ко мне несколько претензий что я не рассказываю секреты полива и мы тебя спрашиваем как надо поливать чтобы росло как у тебя почему ты нам говоришь как надо поливать в общем я редиска и никому не рассказываю как надо плевать чтобы росло как у меня ребят я не рассказываю и я никогда не буду рассказывать и это в корне неправильный подход рассказывать как поливать кому-то у вас свои условия своя посадка свои орхидеи и у них своя активность по своему опыту рассказывая поливать надо научиться и иногда даже я и я особенно говорю что поливаю на интуитивном уровне когда я говорю про интуицию я не имею ввиду какое-то магическое предсказание для меня понятие интуиция это умение мозга нашего вот на базе полученного опыта знаний быстро буквально вот так вот выдавать результат выдавать как сделать выдавать тебе ответ для меня вот это это вот такая совокупность множество факторов знаний чувств и ощущений то есть это не какая-то волшебная штука да и это то что происходит вот за долю секунды у вас в мозгах то что вы не осознаете и так про полив смотрите у меня например есть орхидея 2 орхидеи берем одинаковый с одинаковой корневой в одинаковой посадке но одна просыхает за три дня другая за 5 1 у меня есть орхидея у которой меньше корней она сидит в таком же горшке как орхидея который больше корней они допустим оба фаленопсиса но та который меньше корней выпивает воду быстрее и просыхает быстрее чем то у которой весь горшок забит корнями парадокс все зависит от активности понимаете вот может орхидея у которых мало корней начискать ненормальная что-то растит а так орхидея который мало корней она отдыхает стоит или растит на там один листик доращивает а другая там не знаю двух детей тянет еще два листа там еще что-нибудь еще что-нибудь то есть это очень много факторов понимаете это боже мой дождь прошел за окном это я стирку развесила не знаю понимаете очень разные варианты очень разные факторы это то насколько обильно вы полили вот это очень много факторов очень много и я вам даже не скажу вот идеальный полив его это для вас вот если брать вообще сферический вакуум до идеально как идеально это посадить на блок полить утром к вечеру она сухая и вы каждый день обильно утром поливаете прям текло с нее на мокрючая корни мокрюче к вечеру она сухая в хруст и вот это вот идеально в сферическом вакууме в плане полива все но мы не можем это предоставить у нас другие условия у нас из-за этого выбирается субстраты зависит того как мы предоставляем вот этот полив и влажность цель подбора субстрата и полива это дать достаточно воды для активного продуктивного роста да не просто для существования и чтобы приток воды и влаги к орхидее превышал ее отдачу этой влаги скажем так ну что если она отдает быстрее чем поглощает она сохнет если она ровно столько она выходит в ноль это хорошо если она поглощает больше чем она испаряет значит на эту воду пускает на другие полезные процессы на тот же фотосинтез ребятки вода это участник фотосинтез обязательный из этого она потом сделает глюкозу и глюкоза и очень нужно да и вот вот для этого и мы все подбираем чтобы это правильно забалансить вот и все и я не могу вам рассказать вам поливать раз в три дня потому что вот у меня стоит рядочек фаленопсиса я иногда весной когда прохладнее поливаю их чаще чем летом когда жара и как бы вроде бы все испаряется тут много факторов это активность вашей орхидеи это то чем она сейчас занимается это то как вы ее кормите это то как в какая у нее там температура какое движение воздуха какая общая влажность и вот тут все 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 это потребность вообще самой орхидеи потому что да мы знаем есть орхидеи которые переносят сухость которые не переносят которые любят поставить сухими которые не любят то есть это много 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 факторов поэтому я не могу вам прийти сказать вам надо поливать вот так потому что у меня у самой полив меняется и это очень динамический процесс и до в какой-то момент у вас наступает когда у вас устоявшиеся условия устоявшаяся коллекция и вы можете выработать вот этот график но все равно периодически встречаются вот эти вот моменты когда ты выпадаешь из этого графика и я не плохая тетя я бы хотела рассказать как поливать чтобы росло но это очень индивидуально да у меня есть график да у меня орхидеи вот в оранжерейке стоят и я вот стою и поливаю всех очень редко когда у меня бывает что вот вот этот один лоточек но я знаю что вот тут вот в этот лоточек у меня собраны все кто с поливом сбивается кого надо или чаще или реже например но чаще всего у меня все поливаются вот но при этом например у меня две оранжерейки одинаковые и я одну оранжерейку могу поливать раз в неделю вторую два раза в неделю да они стоят у меня в разных комнатах и немножко получаются разные условия то что в спальне там прохладнее я там чаще проветриваю на кухне тут пожарче потому что я готовлю влажность повыше вот это вот все она влияет и из-за этого вот бывают такие вот расхождения с поливом но это вот только опыт только опыт только ваши условия ваше знание и не бойтесь и это это нормально это придет и да вы будете это делать интуитивно интуитивно на этом все большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео друзьями и всем срочно не вышел синий пока пока